В рамках одного соревновательного дня сразу трое состязаний по Кио-Кусинкай состоялись в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Более 500 спортсменов из семи регионов приняли участие в первенстве городского округа Щелково, посвященного Дню космонавтики, в турнире Московской области по Кио-Кусинкай, а также чемпионате Московской области по Кио-Кусинкай. На торжественном открытии спортсменов поприветствовали советник главы городского округа Щелково по вопросам спорта, физической культуре и работе с молодежью Николай Павлович, директор детской юношеской спортивной школы городского округа Щелково Руслан Зубарев. В первенстве городского округа Щелково приняли участие каратисты в возрасте от 8 до 17 лет. Участники были разбиты на группу в зависимости от опыта, возраста и веса. Судили соревнования уже опытные спортсмены. Боковым судьей на турнирах и чемпионате являлась Анастасия Авдюхина. Она занимается Кио-Кусинкай уже 12 лет. Имеет первый дан, черный пояс, является кандидатом в мастера спорта. Ребята все очень классные, очень подготовленные. Это не самые последние соревнования, а область проходит. Так что все готовятся, абсолютно каждый тут не на маленьком уровне. Даже начинающие, которые в категории «Б», они тоже все готовятся, все занимаются. Семь лет усердных тренировок, поддержка тренера и отца, сенсея по карате, помогли Руслану Мазгарову достичь синего пояса и показать на сегодняшних соревнованиях хороший результат. У меня папа тренер, и поэтому я хотел, он хороший очень тренер, поэтому я хотела пойти по стопам его, чтобы тоже прославиться, как он. Надо быть в себе уверенным. И тогда все получится. Кио Кусинкай – это один из самых интересных и необычных стилей карате. Это не только борьба и приемы, но и возможность прикоснуться к мудрости и загадкам восточной философии. Основной философской идеей Кио Кусинкай карате является то, что сила тела, характера и духа приходят от постоянного вызова самому себе и упорного труда. Как и во многих других стилях боевых искусств, идея заключается в том, что благодаря строгой подготовке познается самодисциплина, которая может быть применена к самосовершенствованию себя в других сферах жизни. И у нас в этом году 100-летие Мастаса Аямы, который основал этот вид карате. Для нас это знаменательное событие. Проходит ряд, много турниров будет проходить в честь вот этого вот события, посвященного 100-летию Аямы. И я думаю, что это еще больше будет способствовать развитию этого вида карате. Памятный значок с фото и автографом из Утаса Аямы получил каждый участник. По результатам соревнований щелковские спортсмены Полина Губко, Алина Прозорова, Маргарита Авитян, Есения Лепетюхина, Татьяна Понятова завоевали золото. Серебро взяли 16 каратистов, а бронзу 17. Евгения Корытько, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok